При первом знакомстве с наук Кабала мы видим, что описание духовных высших миров представлено очень четко, со схемой, структурировано. Там сразу чувствуется, что это не хаотичная какая-то вещь, а абсолютно закономерно, одно следует из другого. И из этого я хочу спросить, человек, как часть природы, я просто предполагаю, что он тоже какой-то очень структурированный, четкий, что в нем нет ничего случайного? Не, конечно. Ни в коем случае. Вообще ничего в природе случайного нет. Мы видим в природе, насколько мы ее пытаемся раскрыть и раскрываем. То, что мы раскрываем, мы видим жесткие, четкие законы. Просто железные законы. И они не меняются или меняются по каким-то своим четким, в свою очередь, правилам. И нет ничего случайного. Случайно это только относительно нас. Если я не вижу чего-то и вдруг наблюдаю какое-то явление, заранее не видя его источника, силы, которая его вызвала, явление какого-то, тогда я говорю, это чудо, это случайно. Но это только относительно меня. А по мере нашего движения вперед ничего случайного мы бы не обнаружили. Это так и будет. Покажите сегодняшнюю нашу технику, технологию, вообще мир, в котором мы живем, предпервобытному человеку. Он подумает, что мы боги на Олимпе. Он подумает вообще, что мы делаем чудеса. Да любую штучку. Возьмите оправданную зажигалку. Как это так добывается огонь? Все, что угодно, чтобы мы не делали. Слышим на расстоянии, видим на расстоянии. Еще сто лет назад, ну не сто, сто пятьдесят лет назад люди не представляли, что такое возможно. Это же все якобы чудеса. Но они все в природе заложены. Ими только надо правильно пользоваться. Так что чудес не бывает вообще. Законы, они неизменны. Нам надо их узнать, постичь. И в первую очередь, те законы, от которых зависит наша жизнь и наше будущее. Потому что пророка большого не будет, если мы теоретически будем знать какие-то законы, а при этом сами практически ежедневно будем все время скатываться к состоянию, из которого уже и выхода не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова